Всем, ребята, привет! Вы на канале GameDop и мы продолжаем играть в игру Готика 2 Ночь Ворона. Итак, мы идем... Уже второе видео. Мы в первом видео начали идти. И сейчас продолжаем идти. Вот секретная карта с кладом. Вот мы туда, вот на те вот красные точки, туда, куда-то мы идем. Вышли на какую-то небольшую долину с камнями. Снизу там кого-то убил луркер. Давайте отомстим. Наверное, бродягу убили, да? Старая монетка. Мы знаем, кому нужно отнести старую монетку, да? Да. Так, вот. Чел какой-то. Эй! Ты чего-то ждешь? Больше нет. Ты ведь уже пришел. Почему я? Похоже, ты сильный человек. Я бы не отказался от твоей помощи. Что ты задумал? Я хочу поохотиться на снайперов вон там. Но боюсь, мне не справиться с ними в одиночку. Хорошо, я помогу тебе. Но ты пойдешь впереди. Конечно. Только не приближайся слишком близко к черному троллю. Он разорвет тебя на куски. Понял? И я не прощу тебе, если ты решишь выйти из игры. Давай, побьем. Еще одна тварь. Получай, грязная тварь. Получай, грязная тварь. Это все? И он сказал, где-то здесь есть черный тролль. Мы обычного тролля одного убили. А черного мы не убивали еще. Но у меня все равно нема свитка в уменьшении. Я один в продаже находил, больше я в продаже их не нахожу. Ты можешь научить меня охотиться? Хорошо. Ты не особенно-то помог мне. Но не стоит быть слишком строгим. Научи меня охотиться. Что именно ты хочешь узнать? Удаление панцирей краулеров. Панцирь из краулеров снять нелегко. Но это все же можно сделать при помощи... Острого прочного предмета. Мы еще чему-то обучились. И это, наверное, плохо. Потому что у меня теперь не хватает... Эх, очков, чтобы ловкость поднять плюс пять. Обидно, обидно. Можно туда пойти. Можно туда пойти. Куда лучше пойти, не знаю. А где-то черный тролль. Он говорит, типа, к нему не приближайся. Я его даже не вижу. Водопад. Очередная каменная табличка. Тоже знаем, куда ее относить. Так. А! Ох, нифига себе! Он реально большой. Я такого чудила еще не видел. Посмотрите. Гигант с шипами на спине. Ладненько. Ладненько. Давайте через мост и пройдем. Эх, и ворот громкий. И водопад. Красотища. Красище какое. да ты чё не может прийти там такой бугор маленький у него что перепрыгнуть смешно так это кто а крысы еще и промахиваюсь прикиньте блин ты колледж ты просто колледж я подошел вот впритык подошел и ты попасть не может не можешь полнейший колледж собрали травку бежим дальше опа статуя инноса используем свиток лечения в ревы поднял подождите это не инноса как обычно какой-то разводилово чувствую удушье что это означает без понятия какая-то плохая статуя мне на не нравится что в этих густых кустах вроде бы ничего так тут хоть и нигде яма нету который можно провалиться а вот либо собирать можно лучше тоже пойдет если жрать много черных грибов у тебя объем мт повышается так ну и траву тоже соберем иногда можно и иногда можно ее покушать так 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 о луркеры точнее 1 один единственный да вроде да о летает а тут и огонек синий мы его и раньше находили я таки не понял нафига он нужен тут и огонек он вроде бы не бьется за тобой летает тебе жить не хает жить тебе мешает да попади ты ну ё-моё ну отлично так рыбушки собираем и жало я что-то в последнее время много много денег потратил надо себе восстанавливать запасы бабла так падальщики ну тоже поубиваем это уже совсем не серьезный противник но за двоих получили 140 опыта тоже пойдет можно туда пойти а можно вроде бы туда пойти а мне куда идти мне наверное сюда идти да да ну сюда идти ну и пошли мы шли за кладом вот и нужно к ему дойти так еще один наверное местный послушник опа ящерица отлично надо лечиться покушали бежим что у нас здесь обрыв какой-то это чё пирамида смотрите пирамиду нашел или мы сюда бежали какие-то к пирамиде а да во клады возле пирамиды возможно на верхушке пирамиды так сейчас спустимся смотрите красный треугольник это пирамида потом квадратик две палочки и крестик вот наверно там где крестик там и клад вот туда нужно мне пойти так блин здесь столько травы это же тратишь кучу времени чтобы это все пособирать как бы мимо можно ну да можно пройти мимо но жалко реально жалко пройти мимо поэтому я собираю все и убиваю всех о там еще снизу падальщики стоят сейчас сейчас мы придем к вам ребята не убегайте никуда я это люблю падальщиков у вас хорошее мясо несмотря на ваше название падальщик как будто стеревятник как будто одну падаль ест хотя она таки есть падальщики едят и мертвичину так что я не ошибся вот они едят мертвичину а я ем их значит я на вершине цепочки пищеварения как там варвары делали ели из сердца своих врагов чтобы быть сильнее так же и я ем мясо своих врагов чтобы быть сильнее да 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 так еще одна статуя у нее последние две статуи ничего не дали посмотрим что эта статуя даст шкатулка на ней лежит шкатулку наверно можно продавать как это как я понял а то я уже несколько штук их находил они просто в сумке валяются да и все для чего не нужны без понятия так сейчас собираем крылья крылья статуя понятно как это не рабочая возможно пришли эти черные монахи и теперь из этого статуя инноса не работает а это жуки а то в кустах непонятно кто там бегает полевые жуки там бегают а он один был да он был один о я помню это место мы сюда добежали там дальше мост мы добежали сюда посмотрели что здесь есть падальщик мы его точнее не падальщик а полевой хищник и из этого не выйдет ничего хорошего испугались и пошли обратно теперь мы их не боимся и вот можно туда пойти можно сюда пойти тут уже не знаю как лучше пойдем сюда да снэпер 2 да кто там не пишет я стою возле квадратика и он по идее вот он это маленькая пирамидка это это пирамиды это склеп здесь можно зайти в пирамиду опа на марокорис да марокорис да зайти сюда можно только она данная пирамида она разрушенная здесь ничего нету хотя сундук есть лево право лево право лево право ох и замок тьфу рибина здесь лежит отмычки мне не окупились давайте марокориса убьем так убил начинает темнеть начинает это идти дождь так залезть сюда и давай здесь полечимся не зря я собирал траву сделаю кучу различных растений это все в пользу интересная локация а что снизу пещера да да пещера что в пещере что это было выход завалило ли чё я теперь не смогу выйти не все нормально выход есть давайте эту пещеру исследуем тут должны быть по идее мумии зомби всякие скелеты из этого не выйдет ничего хорошего дальше тоже крысы а вот еще одна посмотрите вот такой типа каменный часовой мы такого одного убивали и его в принципе было не сложно убить так что дальше тут одни крысы бегают а он еще там скелет гоблина я вижу убей ты почему ближняя цель не выбирается или выбирается очень плохо и неудобно наверное ближнюю цель нужно бить и ближним болем а я ее убью из лука так наверное не задумано как обыть ох аж три штуки давайте отойдем надо по одному выманивать потому что ну его нафиг а а и догоняют да отстаньте от меня все я не хочу с вами гулять один отстал твоя вина давайте все же пойдем и клад найдем нечего взять мы же здесь и вообще рядом возле клада так ну залазь смотрим карту а а я на верном пути вот палатка и здесь клад огонь горит но никого нету так что здесь косяки а почему теперь свитки взять нельзя так можно поспать здесь зелье шкура можно и пожарить здесь так а где клад а ну-ка ну вот и на месте с какой целью я сюда прибежал я здесь ничего интересного не нашел так а в натуре я не понял так давайте их побьем вот по опыту здесь хорошо и ящерицы и снепперы но клад я здесь не вижу какая-то большая ящерица или мне показалось пещеру вижу и кучу кучу травы вижу ща буду собирать с этого бегать что я могу сказать карта клада какая-то паленая оказалась здесь мы нифига не нашли полезного точнее не то что полезного именно клада не нашли я ж так понимаю клад это такой типа на земле крест мы подходим и киркой добываем клад здесь такого клада нету это просто была такая веселая прогулка по лесу мы и шли собирали всех убивали подняли лута но клада здесь нету давайте пещеру здесь исследуем что в ней так гоблины и все это все не напугали не напугали не напугали сюда пойдем как это страшно так слышу гоблина но не вижу там ничего нет а во бегут еще бежит где вы беретесь еще бежит еще бежит это был необычный это был как это гоблин воин еще бегут да вы чё они там бесконечные или как так давайте золотаем конечно они все бомжовские там как бы и брать то особо нечего какой звук страшный наверно пещерка там ничего нет пещерка необычная о два мешка с баблом и сундук право лево лево право лево право открыли 100 голды слабовато а отмычек я на его много потратил что дальше в пещере ничего да два сундука один без ключа стрелы один с замком они без замка но там были копейки и все ничего здесь больше нету так бежим в другую сторону данной пещеры здесь мы заходили тогда нам сюда у нас встретил жук какая то непонятная руда камней как будто голем разрушенный меч мешок и зелье так каменная табличка и грибочки опа опа бежит давай 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 я уже вас совсем не боюсь лук блин чем дальше тем звуки более страшные забывает сирена так это тупик ладно но там был еще один поворот это как это называется разветвление вот сюда мы не ходили вот сюда мы не ходили чего что это такое короче это тела это каменных големов сейчас мы зайдем они все проживают прикиньте это будет треш какой-то я нашел могилы я думаю как сейчас мы эти могилы пооткрываем эти големы все проживают сначала сундук лево лево право право лево лево право со второй попытки открыл нифига себе какая то чаша стоит а эти склепы не открываются ну вот то что я и говорил сундук лучше не открывать чтобы бить голема нужно дробящее оружие которого у меня нету но в том сундуке есть булава она вроде бы дробящая но для ее нужно 90 сил я не могу ее использовать я могу попытаться знаете что сделать в кого-то превратиться и убежать допустим полевой хищник лево лево право право лево право так опа големы меня не трогает лево хе-хе чевакия свой я свой вот таким вот способом мы очистили данную пещеру еще 2300 опыта я подымал его и потом можно идти в город докачивать ловкость и потом уже идти в монастырь потемнело давайте поспим здесь рядом была кровать меня смущает то что здесь и какие-то типа записки лежат на столе вы их поднять нельзя это меня смущает немножко так ищем противника и будем докачивать level на башню подняться можно на башке на пирамиду подняться можно можно пойти туда дальше пещеру исследовать вот наверно в пещеру и пойдем здесь были недобитые скелеты гоблины вот почему один прибежал а тогда все три сорвались долго не бьются честно говоря эти скелеты какие-то не сильно бронированные так здесь решетка а за решеткой что я не пойму что какой-то портал типа такого чита нам туда идти да нужно еще понимать это пирамида а во всех фильмах с пирамидой здесь тупик во всех фильмах с пирамидой здесь всегда какие то есть и ловушки и тайные потайные по тайные хода возможно и здесь что-то подобное есть вот допустим коридор вроде безобидный пока что ну да мы спокойно прошли и ты спятил вон под сводами этого места слишком опасно для начинающего искателя приключений но постой разве я тебя не знаю ну конечно проклятый ублюдок не думаешь ли ты что я забыл как ты предал нас тогда в новом лагере о это же заставка с первой годики ха-ха-ха прикол а а а а а Девушки отдыхают Девушки отдыхают Ты хоть имеешь представление о том, что ты наделал? Ты настолько сильно пошатнул базовую структуру магического естества, что в Хоринисе все чуть не оглохли. Скажи спасибо, что барьера больше нет. Что же ты жалуешься, старче? Все ведь сработано как надо. Следите за языком, юноша. Что во имя всех стихий тебе здесь нужно? Понятия не имею. Просто заглянул. Нельзя. Ты тратишь мое драгоценное время. Уходи прочь с моих глаз. Я разберусь с тобой позже. В смысле? В смысле? А что мне здесь делать? Подсказал бы, рассказал бы мне, куда мне идти. А ну еще раз с ним поговорим. Эй! Прочь, пока с тобой ничего не случилось. Ну ладно. Вот какая-то дверь. Он как бы перед ней стоит, наверное, ждет, когда она откроется. Так, а я же... Нет, я вроде бы не сюда пришел. Какую-то кнопку вижу. А нет, не кнопка показалась. И еще один монах стоит, смотрите. Тут толпа целая. Эй, ты! Чем ты занимаешься? Я изучаю культуру древнего народа. Судя по их записям, они жили здесь в далеком прошлом. Я точно не знаю, когда именно они возвели эти залы, но уже в то время их цивилизация была достаточно высокоразвитой. На другой стороне гор они построили свой город и, по-видимому, воздвигли храм Адоноса. Затерянный город на Хоринисе? Да. До последнего времени мы были уверены, что знаем об острове все. Мы считали, что весь северо-восток острова – один большой горный массив. Но мы ошибались. За этими горами лежит долина. Там и располагается этот древний город. Я бы очень хотел взглянуть на его старинные здания, но они наверняка давно рассыпались в прах. Как ты думаешь, сколько лет этому зданию? Не могу сказать точно. Несколько сотен. Как-то мы ничего особо не узнали. Они изучают вот эти стенки. Здесь на стенках различные письмена. Вот они их типа изучают. А я бегаю туда-сюда, не понимаю, с какой целью. Просто ищу что-нибудь. То, что заинтересует меня. Табличку нашел очередную. Очередная дверь закрытая вроде бы. И как я это сделаю? Какой-то предмет нужен. Вот еще двери закрытые. Тут какой-то лабиринт. Лабиринт. И монахов этих куча. Я бы так уверен. Занят? Эти подземелья для меня большая загадка. Трудно представить себе, что никто раньше их не нашел. Нам же удалось найти вход без особых сложностей. Люди так заняты своими повседневными делами, что никто не обращал должного внимания на эту постройку. Другого объяснения у меня нет. Что ты хочешь здесь сделать? Я пытаюсь выяснить, куда ведет этот круглый портал. И еще я помогаю унифариусу искать потерянный орнамент. Можно сказать с уверенностью, что этот портал ведет ту часть острова, которая доселе нам была неизвестна. Я даже, пожалуй, никогда не слышал и не читал про нее. Ты действительно хочешь пройти через этот портал? Да. Ну, если мы найдем потерянный орнамент, конечно. Я полагаю, это достаточно рискованная затея. Но нам просто необходимо выяснить, как это может быть связано с постоянными землетрясениями. А что тебе известно про землетрясения? Их причиной является что-то на другой стороне. Возможно, из-за этого пробуждаются каменные стражи. Но это уже не моя забота. Сатурас и Кронос могут рассказать тебе больше. И что, как ты думаешь, ты там найдешь? Я даже не знаю. Я полагаю, что на этой стороне должно быть строение, схожее с этим. И аналог этого портала. Все остальное мы узнаем только, когда попадем туда. Ты можешь научить меня магии? Когда мы окажемся там, я буду в полном твоем распоряжении. Но мне магии не нужно учиться. Так, чисто по приколу спросил у него. Так... Еще двое. Эй! Все в порядке. Заявиться сюда было с твоей стороны очень смелым поступком. Чем ты здесь занимаешься? Я изучаю язык зодчих. Язык — это ключ к тому, чтобы понять этих людей. Каждый из нас должен выучить этот язык, иначе экспедиция закончится, даже не начавшись. Зодчие выбивали свои тексты на каменных табличках. К сожалению, многие из них давно разбиты или украдены. Что же можно узнать из этих табличек? На них записаны знания древнего народа. Некоторые из них волшебным образом увеличивают магические или боевые способности. Для тех, кто способен их прочесть, они являются настоящим сокровищем. Ты можешь научить меня язык у зодчих? Конечно. Почему нет? Я с радостью поделюсь с тобой своими знаниями. Ну, начнем с чего-нибудь простого. В первую очередь займемся языком крестьян. Как правило, тексты, написанные на языке крестьян, связаны с нашим миром. С такими понятиями, как работа, любовь, добыча пищи. Это основной язык города. Ты сможешь прочесть большинство текстов, которые найдешь здесь, если его освоишь. Давайте обучимся, не знаю, смысл есть или нет. Пойди и опробуй свои новые знания. Ты увидишь, что священные книги зодчих больше не являются для тебя тайной. А где эти книги? А? Где эти книги? Где их найти, эти книги? Так. Так. А, подожди. Наверное, не книги, а эти таблички. Стрельба из лука. О-о-о-о! О-о-о-о! Я не могу этого прочесть. А второго левела я не могу прочесть, только первый левел могу прочесть. Так, что еще первого левела есть? Так, Стрельба из арбалета. Так, арбалеты. Сила. Опять здоровье. Опять здоровье. Опять здоровье. Так, это второго левела. Даже третьего левела есть. Так, плюс 2 маны Плюс 2 маны Офигеть, мне это очень нравится Одноручное оружие прокачало немножко Сила плюс 2 Двуручное оружие Шикардос, шикардос А когда открываешь обычную каменную табличку Теперь здесь все по-русски написано А раньше там были какие-то непонятные символы написанные Так, нужно еще с этим поговорить Эй ты, как дела? А что ты здесь делаешь? Вот это сюрприз Я думал ты погиб Почти Из-за тебя поднялся большой шум, ты знаешь об этом? Сатаруса было не узнать Те события полностью вывели его из себя Что это за портал? Мы считаем, что он ведет затерянную долину В которой находится город древней цивилизации Но пока за порталом находится лишь многометровая толща камня Никаких следов магии и телепортации нам обнаружить не удалось Очень загадочно Ты знаешь, как активировать портал? Похоже, что пропавшие части орнамента складываются в ключ Он-то и нужен нам, чтобы открыть портал Ключ должен точно войти в кольцевидное углубление рядом с порталом И что за ключ? Так, это я не понял Какой-то ключ, какой-то портал И здесь я со всеми поговорил Наверное, можно выбегать И продолжим в следующем видео Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok